МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, скажем, при поступлении в ГИТИС без этого анекдота было нельзя. Горит свеча. Анекдот, которому 500 лет. Горит свечка, подходит. Девочка говорит, что свечка горит. Что свечка горит? Надо потусить. Не туситься. Надо брата позвать. Брат! Чего? Свечка говорит, надо потусить. Надо потусить. Не туситься. Не туситься. Что я бы не делал? Мама позавел. Что такое? Мама индейства. Что такое свечка? Почему? Надо потусить. Сейчас потусим. Не туситься. Не туситься. Что бы не делал? Бабушка, 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 подходит бабушка. Есть трешки, проклятые. Или две обезьянки встречаются, это вот мой, прям с детского сада, я его помню, любимый анекдот. Вот, две обезьянки встречаются, и одна другу говорит, обезьянка, обезьянка, у тебя просто вода не затекает, а у меня затекает. Сидит ежик, ловит рыбу, проплывает, а нет, все-таки не ежик, наверное, обезьяна сидит, ловит рыбу, проплывает мимо крокодила, говорит, обезьяна, обезьян, ты что ловишь? А она ему говорит, грибы, а он говорит, обезьян, ну какие грибы, ну здесь же нет грибов, это же река, грибы, грибы отсюда. Человек сидит, ловит рыбу, сидит кайфует, утро там, птички начали петь, что-то, туман такой. И он сидит, о чем-то кайфует, думает, рыбку ловит, и вдруг виниривает корова, около лодки, виниривает, такая, пупки накрашенные, ресницы, там, сережки, там, какие-то там. Доброе утро, говорит, доброе утро, говорит, корова, скажите, пожалуйста, а это тот берег или этот? Он говорит, ну это, это этот берег, спасибо, и нервнула опять. Проходит час, вдруг опять звениривает, здравствуйте, рыбак, говорит, здравствуйте, корова, скажите, пожалуйста, это тот берег или этот, говорит, глазками так хлопает, это этот берегу спасибо опять снижнул проходит еще час опять вынирывает к здравствуйте рыбак здравствуй горова здравствуй говорит что тебе надо скажите пожалуйста это тот берег или этот а вам какой нужен говорит а мне пофигу и долбанутая следующий анекдот вот про ёжика у нас там на заднем плане есть ёжик и я вспомнила анекдот про ёжика сидит ёжик на пеньке и медицирует медитация занимается я сильный я сильный я сильный я сильный проходит мимо медведь бац его лапой ёжик падает или уже уже я сильный но легкий значит в яму попадают медведь лось и волк свалились сидят три дня пять дней сидят но подходит момент да истины никто за ними не пришел видимо много ям пока обойдут но надо как-то питаться лось говорит так пацаны я все понял значит ну там предложение было давайте об обсудим коллегиально значит кого будем кушать лось говорит все ясно только разрешите мне вот исполните мою последнюю волю а нет проблем говорят одевая салфетки там доставаем вилки с ножами у меня мама перед смертью сказала ты когда будешь сынок сам умирать у тебя в попе стоит клеймо надо прочесть что там написано прочтите и скажите мне ну те значит заходят сзади тот встает в позу чтобы удобнее было ну когда медведи с волком заглядывают куда надо следует удар копытами значит волк умирает сразу а медведь перед смертью лежит и думает ну волк ладно дурак ну я-то чего полез я все равно читать не умею а про попугая есть еще и хороший анекдот можно да как значит в гостинице у портье попугай и постояле спускается утром и он на него этот попугай как напустился да ты сволочь ты скотина да ты ничтожество он так не понял ну прошелся на второй день спускается да ты негодяй да ты подлец да ты вообще ублюдок ну да что это такое пошел к начальнику гостинице что это у вас за попугай такой что меня оскорбляет каждое утро смотрите я съеду с вашей гостинице если вы никаких мер не примете он говорит извините извините все 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 меры будут приняты ну на следующее утром опять спускается проходит мимо попугая попугай так и так ну в общем ты понял еще есть такой ну я из советских времен очень много хороших анекдотов но причина сама вот сама фабула устарела поэтому даже был такой когда это был очень модный где-то конец сороковых начало 50-х годов то проходят два еврея мимо мимо кгб из ворот выводят верблюда он тихонько гай смотри фима смотри что эти сволочи с лошадью сделали вот такой еще анекдот как у одного человека родилась тройня но он такой гордый все таки это редкое событие что тройня родилась он пригласил всех своих друзей показать им этих новорожденных они все ходят нам восхищаются детки какие детки и один из его гостей оказался кинологом он долго ходил вокруг этих этой тройни приглядывался приглядывался потом говорит слушай знаешь вас вот это вот справа крайнего я бы оставил на цыпочках допить с бутылкой на цыпочках муж и приятель на кухню не буди на троих будет мало не будет всем известный когда жена с мужем шоппинге и она горит в магазине бюстье дорогой купи мне пожалуйста вот этот комплект белья ангры дура зачем тебя выброшенные деньги у тебя же тут ничего нет он признаешь говорит невзирая ни на что я тебе трусы покупать или приходит муж домой видит свою молодую красивую жену с дряхлым дряхлым старичком в постели и он говорит сара я не я не пойду почему он он очень хорошая замечательная муж жене говори знаешь говорит была бы ты чужой женой цены тебе не было из серии когда давай играть я тебя по-бразильски это как по-бразильски ты значит так сяк все дело сделали она говорит а где по-бразильски он засыпает ча-ча-ча муж жена треугольник входит муж жена с любовником он так одевайтесь я сейчас с вами и закрывает даже хлопает дверью жена открывает береги нет не уходи посмотри как это надо делать но это истории да когда два финна сидят на кухне не торопливо беседуют и один другого спрашивает скажи а ты что любишь больше новый год или секс думает 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 знаешь новый год он говорит а почему чаще и второе не готовы два эстонца но вы тоже наверно знаете они решили отправиться в такое путешествие на лыжах вот три месяца не на лыжах значит там а везде лицкой филляндию там неважно эстонию очень всю прибалтику вместе скандинавии не этих лыжах обошли и вот они же приближаются к родному хутору иди говорит ты знаешь это три месяца мы не были дома а так соскутился по своя зина что сейчас я когда домой приду я сниму лызы и сразу лягу к ней в постель второй гритая даже лыжи снимать не буду а когда два финна стоят стоят и вдруг что-то пролетело через полчаса здесь спрашивает кто это второй город через полчаса это и в ухакинен позор нашей нации двое эстонцев разговаривают одни другому слушай петер ты знаешь я построил дом о молодец я не со сколько у тебя там комнат 1 почему 1 ты знаешь меньше не получалось а ну истонские это не рассказывали а сейчас я расскажу в общем короче значит едет в поезде эстонец в одном купе значит эстонец его жена и некий чек ну русский и вот русские женами очень страшные этого эстонца и русский все время так с такой жалости на нее смотрит и на этого эстонцы и очень видно что за него переживает что с кем ему приходится спать вообще сказать и вот вышел покурить эстонец вышел весьма и он говорит ради бог простите это ваша супруга говорит та вот там моя сына да красиво моя сына он говорит видите дело в том что я вообще косметолог профессии вот я обычно беру большие деньги за операцию но тут в порядке исключения учитывая сказать с кем вы живете и то что вы не сами очень приятны я могу буквально где-то так знаете ну тысячи за 2 долларов ну как-то прыщи с ней убрать знаете это вот эту растительность вот в порядок как-то потом нарастить волосы ушки подрезать вы понимаете потом это такие огромные губы я бы здесь как-то подшил немного как-то я привел в порядок и сколько вы мне скажите пожалуйста сказала это будет стоить это две тысячи долларов он говорит да две тысячи долларов нет знаете я сейчас еду на станции мга и там нее за бутылки водки убьют нафиг а вот значит муж жутко жил женой ненавидел свою жену просто страшно уже хотел ее убить из серии из серии анекдоты серии взаимоотношения мужчина женщина и он с другом союз выпивает накануне говорит знаешь я не знаю что делать вроде когда встречались общались до свадьбы но была чистота в квартире всегда завтрак обед ужин выходные сейчас живем немного вместе поженились расписались дома пыль срач посуда не мыта она вечно обмызганная такая замызганная в доме грязь жрать нечего там не стирано я уже устал ходить в одних и тех же старых грязных рваных носках в общем как короче щаде ада что делать не знаю все не могу убивают то же сил больше нету ее терпеть грину слушай горит самый простой способ ты устроил ночь любви пусть порадуется что тебя так стыдно не было потом ну правда он воспользовался советом друга сделал по высшему классу до этого посмотрел все по специальному каналу утром просыпается от запаха кофе открывает глаза чистые занавесочки и убраны везде просто комната пахнет озоном и какие-то вкусности шкварчат на сковородке он выходит игры слушай что это такое гритка как ты смогла успела она одета просто софи лорен потрясающим наряде очаровательной улыбкой несет под нос завтраком ему ну дорогой ты ко мне по-человечески я к тебе грузинская семья и горе там жена при смерти лежит вот она уже почти умирает и муж такой печальника что ходит по квартире тут она ему говорит гиви иди сюда он подходит лали что ты хочешь гиви я тебя хочу твоя валя ты с ума сошел ты скоро с богом встретишься надо о душе подумать и такие вещи говоришь не надо так нехорошо это обучающий гиви это мое последнее желание ты не можешь мне отказать ну правда последнее желание отказать нельзя он ей не отказал но и они уснули утром просыпается смотрит по сторонам нету али куда делась ведь бегать она по квартире живая здоровая он на нее посмотрел и заплакал она ему слушай гиви ты с ума сошел я же виздоровел ты должен радоваться зачем ты плачешь твой лали я радуюсь но я подумал если б я раньше знал что это помогает так это и или кого и дедушка и дядя и ларион ну все бежим и остались это когда мужик поехал но поехал в город за обновками для жены детей первому сентябрю собирать там продал корову на вырученные деньги поехал все всем купил смотрит себе на гостиницу не осталось только на бутылку шампанского хватает он покупает эту бутылку шампанского понимает что это единственное вот что вот радость он приезжает домой жену одарил там какими-то шубками деткам привез все принадлежности для первого класса там фарточки сарафанчики легли спать он к жене и так и так ну в городе был нужда и так и так и так а бутылку шампанского то он припрятал в сар в сенях и так и так же награды ты что там дети в соседней так комнате ты что не 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 он дождался пока все уснули вышел а бутылку шампанского первый раз в руках держит он так и так и она как рванет и голос соседней комнаты вот так вот мамка со своими нет нет не сейчас мы и папку потеряли вот но раз я как бы затронул грузинскую тему я еще и может быть несколько грузинских анекдотов расскажу о я неприличная про грузина у меня любимый вот из этой серии он такой тоже национальную окраску носит значит двое влюбленных внизу недавно молодожены у меня чё-то там пальчик болит дай поцелуй пройдет ой мне чё ты там ручка болит дай поцелуй пройдет мне что-то плечико мне поцелую сейчас плечико пройдет ну и так далее у меня там губки сейчас поцелуй губки пройдут все сразу сверху голос дорогой ты геморрой не лечишь девушка можно я буду спаться светом пожалуйста света проходы ручки тоненькие ножки тоненькие ходить умеешь умею ну и ходи отсюда это больше как бы больше прийти чем анекдот знаешь как грузин говорят вчера спас девушку от изнасилования каким образом уговорил уговорил старая правда ваш мальчик изнасиловал нашу девочку изя он же маленький да нет не изя моня моня этот может или идет суд над мальчиком тоже маленьким в одессе опять-таки судят за изнасилование такой крупной достаточно женщины маленький худенький мальчик подросток его судят судят что-то там женщина ужасы какие-то рассказывает на на что выбегает мать этого бедного мальчика расстегивает ему ширинку достает хозяйство 30 граждане судьи как вот это могло изнасиловать вот эту кобылу посмотрите на что сынок и тихо на ушко выманинеть ребенка это весь процесс проиграем вот цветы среди освоил процветы около около цветочного ларька стоит такой немолодой такой кавказец замерзший продавец цветов кавказец такой холодно ветер значит значит ну зима руки в карманах вытащить невозможно у него легкое пальто подходит девушка почему ваши гвоздики это 5 это 10 15 автобус идет по горным там ущельем там это маленькая такая дорога идет автобус там сидит этот водитель такой ну аэродром там на кавказ это аэродром ты усики это майки там не бритый такой идет здесь у него это самый висит как его транзиста что-то слушает а это казбек курит а тут так там мучает короче народ там а там каждый газ на зима нажимает и весь это гар идет в этот салон там а там сидит один жуткая похмелье у него но умирает просто человек и на каждом этом у него вот это самое ну плохо человеку безунов не выдержал го слышишь ты гандон говорит ты можешь нормально ехать этот водитель останавливается доставит монтировку начинается драка сильная еле-еле как бы как разняли да разняли еле-еле он садится забьет за разору я продолжает вдруг подходит это сам бабушка такая маленькая такая с высохшая в черном гандон джан сынок он же правильно говорит ты не можешь нормально ехать девушка вот вы столько прожили вот столько вы прожили вот у вас наверно были интересные какие-то моменты в жизни были интересные моменты конечно вот эти молодости тоже мы собирались так выходной день ходили ездили в горы и шашлыки-машлыки там там вот жарили там один раз там женщина в листью заблюдаю где-то в горах заблудились вот гиви снежил я шакро снежил вот весело время провели тогда а еще какие-нибудь были интересные моменты да блин один раз тоже в горе поехали шашлыки-машлыки там смену дать мальчик в горах заблудился тоже это гиви с этим потом шакро потом тенгиз я тоже а вот какие-нибудь неприятный момент был один неприятный момент один неприятный момент я один раз в горах заблудился это любимый год на эту тему классика вообще такой бородатый но очень люблю я его все время цитирую все равно интуристический автобус советское время быть по горам где-то там ездят и вот останавливаются они где-то на привале там под мандариновым деревом лежит концу такой хороший будет такой спит переводчиком что-то ему шепнул какой-то там богатый мужчина он подходит говорит дорогой геноциал и иностранец просит у тебя за доллар представляешь сорви его пожалуйста мандарин а не хочу слышу ну давай за три доллара неудобно брось три доллара ты знаешь сколько это сорви ему мандарин а не хочу короче через десять минут на коленях стоит переводчик обливаясь потом он тебе миллион долларов дает за один мандарин дурак ты же можешь он сейчас и там-то тоже на коленях стоит значит миллионер уже отчитывает бабки ты можешь за этот миллион долларов сорвать этот мандарин и всю жизнь лежать здесь ничего не делать концу хочу ничего не делаю еще еще один грузинский анекдот значит едет грузин на запорожца ну едет на запорожца едет себя тут ему навстречу другой грузин на жигулях останавливает его говорит слушай ты что с ума сошел что у тебя за машина в самом деле ты же позоришь всех нас всех грузин позоришь потому что у тебя такая вонючая машина посмотри на меня я всего один год как из тюрьмы вышел какая у меня машина тебе стыдно должно быть тот махнул рукой дальше на запорожце едет на встречу другой грузин едет уже на волге тоже его остановил что ты делаешь ты забышь что у тебя папа грузин был мама грузин дедушка грузин они же все с ума сойдут когда узнают на какой ты машине едешь ты позоришь весь наш древний народ посмотри на меня только один год как из тюрьмы вышел какая у меня машина тот махнул рукой на запорожце дальше едет тут ему третий грузин навстречу на мерседесе такой весь лакированный полированный выходит такой вальяжный красавец слушай это все орлы с небес упадут самые глубокие ущелья и разобьются от стыда когда узнают что ты грузин едешь на такой машине что ты делаешь посмотри на меня я всего один год как из тюрьмы вышел какая у меня машина тот на запорожце не выдержит ну что вы все пристали к человеку дайте хоть от тюрьмы до дома доехать самом деле тбилиси русский турист облика морали говорит дорогой извини пожалуйста как мне пройти на улицу шата ростовели это очень просто смотри значит падаешь прямо суреночи налево потом спустишь вниз потом поднимешься на гору направо прямо вниз еще раз налево испуганный турист я не понял сейчас значит повторяю еще раз пойдешь прямо а а Субтитры создавал DimaTorzok